ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Матч с Ахматом, по сути, стал официальными смотрениями Арсенала Олега Кононова. Состав практически укомплектован, пришел нападающий. Никаких отговорок не будет, мол, некому играть и тому подобное. И это не гостевой матч с Зенитом, где соперник априори посильнее. Плюс те же проблемы с составом. Здесь Ахмат, один из конкурентов в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы. И могло эти смотрения сломать удаление Берхамова, но нет. Они состоялись. Арсенал в первом тайме смотрелся поинтереснее соперника. Был шикарный момент у Джорджевича после ввода мяча из аута. Но вратарий-защитник общими усилиями не дали Луки отпраздновать возвращение забитым голом. Не скажу, что играть забиловала опасными моментами. Могло быть и повеселее. И повеселее стало. Уже к концу первой половины игры. Хагуша легко обыграли в штрафной. Удар. Левашов отбивает мяч перед собой ровно на ногу Иванову. Мяч тихонечко катится в угол ворот. 0-1. Перевод с фланга на фланг поставил в тупик нашу оборону. Потому что Хагушу никто не помог. Он сам выбрасывался. Летел как на пожар. Опаздывал. Его легко обыграли. Удар. И на добивание. Опять же не прикрыли своих. В данном случае по игроку играл Берхамов. Ну а следом Арсенал едва не отправил в нокаут Кантемир Берхамов. Заработал две желтые карточки за пять минут. И увидел перед собой красный цвет. Я не думаю, что он уже агрессивно так фалил. Да, он играл на... Можно сказать, на тоненького. Да, он играл, чтобы выиграть единоборство. Но здесь мне видится определенное... Ну не буду критиковать судью, да. Но можно было бы давать играть. Особенно в первом эпизоде. Судьи были все основания вынести ему предупреждение еще до первого эпизода с карточкой. Мне кажется, что обе карточки абсолютно заслуженные. И в любом случае в центре поля идти так в борьбу, как Кантемир пошел на 42-й минуте, мне кажется, ну нельзя. То есть профессионал не должен такого позволять. Гол в раздевалку, удаление – это практически приговор. Понятно, что в обороне Арсенал бы во втором тайме не сидел ни при каких обстоятельствах. Но и Ахмат, Милы Камшид и контратаки команде из Чечни было бы проводить очень удобно. По первому тайму можно сказать, что да, игра удавалась. Забили гол, ушли на перерыв с одним игроком больше. Предупреждал ребят, что второй тайм нужно выйти еще более мотивированный и сконцентрированный. Говорили, все это объяснили. Ребята вышли на второй тайм в полной решимости продолжать в том же духе и развить успех. Но все пошло не так. Начало конца Ахмата положил Лука Джорджевич. Форвард получил мяч в правой части штрафной. И не сильно, но крайне точно ударил в дальний угол. Мяч красиво от штанги залетел в ворота. Восьмой гол нападающего в Туле. Через несколько минут гости просто отвратительно разыграли штрафной удар на половине поля Арсенала. Вместо опасного момента у чужих ворот Ахмат получил голевой атаку. Григалава дал на Бакаева, который включил первую космическую и на всех парах мчал к воротам Городова. Иванов не решился на фолл, потому что в таком случае составы бы уравнялись. Бакай вышел один на один с воротарем. И гол 2-1. Арсенал перевернул игру. Хорошо ударил и, конечно, вратарю было тяжело. Он, может быть, даже из-за игрока, который передо мной стоял, не видел мяч сразу. Мы в перерыве уже поговорили. Тренер сказал, что он верит, что мы можем отыграться, что можем выиграть эту игру даже. И даже мы поверили. Попробовали делать все, что возможно. Слава Богу, забили быстрый гол. Ахмад неудачно разыграл в шрафной. Мы выбежали в контратаку. Как нам и тренер сказал, всегда за спину бегите, бегите. Потому что вы у нас атакующие быстрые. Так и получилось. Они ошиблись. Мы быстро выбежали в атаку. Вот. Так и получилось. Вышел один на один. Забил гол. Ну, пока дикая мотивация. В «Спартаке» он не уступил конкуренцию не только Самедову, но и новичку Ташаеву, и молодому Ломовицкому. То есть в данном случае он был четвертым вариантом «Спартаке». Ему там делать было совершенно нечего. Играть в ФНЛ, видимо, он перерос все-таки этот уровень. И на этой мотивации он уже второй игру с «Зенитом», с «Ахматом» показывает отличный футбол. Теперь был в нокдауне уже «Ахмат», но на то, чтобы совершить свой камбэк, у грозенцев было достаточно времени. Хотя как-то не клеилось, подходы к штрафной потенциально таили угрозу, но до реально опасных моментов не доходило. Были лишь пары не самых опасных ударов, с которыми справился Левашов, при том, что в некоторых моментах ощущалось, что Арсеналу не хватает одного футболиста. Разрывы между лениями, свободные зоны. Но это не в упрек Арсеналу, это нормально, играли все-таки за себя и за того парня. На 65-й минуте на поле вместо Бакаева появился Кангван. В этот момент поймал себя на мысли, ну ничего ж себе, замена на конкретное усиление. Выходит не молодежь, а игрок-основа. Кстати, выход Кангва читался еще в начале матча при условии удачного счета для Арсенала. Быстрый и свежий зомбиец. При навале Ахмата на бороду Левашова лучший вариант при контратакующей игре. Он очень быстрый футболист, с хорошей скоростью. И было бы разумно выпускать его где-то на последние, скажем так, полчаса, когда и защитники соперника уже в какой-то степени измотаны. И у своих сил уже осталось меньше. И в этой ситуации он где-то на рывке, он может обыграть, пробить, выйти на позицию. То есть это очень интересная именно идея использовать его как джокера, наверное, в какой-то степени лежащий на поверхности. Вполне разумно и правильно. Второй перестановкой Кононова стала замена Ткачева на Костадинова укрепить центр поля. Напряжение у ворот Арсенала начинало медленно нарастать. Третья замена также отличная. Джорджевич ушел, вышел Лисовой. Кангва переместился в центр атаки. Уже в добавленное время Арсенал добил Ахмат. Кангва побежал в контратаку, чуть затянул с завершением, но тем самым стянул на себя защитников. Лисовой открылся справа и парашютом закинул мяч у ворота. Работа с молодежью одна из его задач. И он хочет раскрывать новых игроков, что только похвально, очень радует то, что он не собрал банду ветеранов, как, например, поступил Оленичев в Енисея, а пытается раскрыть новых игроков для нашей Премьер-лиги. Это плюс для всего нашего футбола, не только для Арсенала. 3-1 в Туле праздник. И действительно, только вдумайтесь, в меньшинстве, получив гол в раздевалку, разбит соперника во втором тайме с разгромным счетом. При этом, по сути, ни разу не запожарив у своих ворот. Один из самых крутых матчей после трех туров. Ребята молодцы, они очень хотели победить сегодня, я это видел, на протяжении всей недели, когда мы работали, готовились к игре. Но сегодня они продемонстрировали это, даже играя в меньшинстве. Мы выходили на матч мотивированные, у нас было всего лишь одно очко, поэтому нам нужно набирать очки. И выходили, вбились в каждом эпизоде. Лучший игрок матча. Сложно кого-то выделить, когда все рубились и отдавали себя игре полностью. Но выделю Джорджевича, потому что он положил начало к камбэку Арсенала. Да и просто хорошо, что в Арсенале теперь есть нападающий. Его нам так не хватало. Эмоции, конечно, фантастические. Играли, тем более, с игроком меньше. Второй танк забили три гола команде Ахмата, которая очень сильно в обороне, именно в обороне. И вот, конечно, очень счастливы все. На момент записи и монтажа программы еще не сыграли Уфа с Краснодаром и Рубин с Зенитом. Арсенал пока седьмой, при положительной разнице забитых и пропущенных. Но ничего ж себе. Но это, позвольте, всего один выигранный матч и всего три тура позади. Хотя похвалы команда, безусловно, заслуживает. Таблицу по-прежнему смотреть рановато, хотя можно найти там много интересного. Спартак забил всего два и не пропустил ни одного. Чемпион страны, единственная команда, не забившая за три тура ни разу. Серебряный призер также недалеко от локомотива ушел. Вверху таблицы Оренбург и Ростов. Возможно, вот в этой нашей привычной пятерке элитных команд произойдут определенные изменения. Кто-то туда влезет, например, тот же Ростов. А вот непонятно еще до конца, что будет происходить в этом сезоне, например, с Краснодаром. И, возможно, будут проблемы у ЦСКА. Но, повторюсь, я думаю, ближайшие пять-шесть туров все-таки поставят уже все на свои места и покажут, что будет происходить. В следующий матч играть с ЦСКА пока армейцы не в полном порядке, надо этим пользоваться. К игре, по словам Конова, команда начала готовиться прямо в раздевалке после встречи с Ахматом. Игра пройдет в субботу, 18 августа, начало в 16.30. Болеем за Арсенал. Ну, а у меня на сегодня все. Всем удачи, до следующей передачи. Субтитры сделал DimaTorzok